На самом деле это одно и то же, как бы такая дуальная ситуация, информационные войны, информационный суверенитет. Я сейчас, значит, такой общий взгляд дам, достаточно очевидные вещи. Про себя я пару слов скажу, тем не менее, чтобы было понятно у нас. Сейчас одна из основных наших компаний, на которые мы там довольно сильно рассчитываем, это компания Кривром, которая меряет социальные сети. То есть это, по сути, поисковик по блокам большой, который выкачивает весь ВКонтакт, весь ЖЖ, много там, скажем, миллиона-полтора, наверное, из Фейсбука, весь Твиттер, еще там примерно 120 тысяч всяких разных отдельно стоящих блоков. И, в общем, мы видим примерно 100 миллионов авторов и несколько десятков миллионов сообщений в день. Ну, одноклассники, конечно, мы выкачиваем. Вот. Значит, что мы там видим? Это компания коммерческая, но когда мы анализируем бренды наших заказчиков и как про них пишут у нас там крупные клиенты, типа там Сбербанк, МТС и так далее, то мы все-таки видим еще и политическую ситуацию, можем оценивать, какие события медийные происходят в интернете. И поскольку мы смотрим как бы с птичьего полета на все это, то мы можем видеть структуру этих сетей распространения и всего остального, что там, кто кого там перепущивает, кто что выбрасывает и так далее. И при накоплении статистики, а мы занимаемся этим уже два года, все больше и больше проявляются эти сети, все больше и больше проявляются типовые образцы, паттерны, поведения и так далее. Вот. Ну и на этом основании можно делать разные выводы. Значит, общие выводы такие, что там, конечно, в социальных сетях и в СМИ, и в блогах, да, ну, конечно, мы выкачиваем и СМИ тоже, там примерно 5000 СМИ мы выкачиваем, мы обнаруживаем там тоже сюжеты, подавляем дубли, смотрим, кто кого перепечатывает и так далее. Идет информационная война, конечно, идет она давно, там построены довольно могучие всякие средства для этой, построены в основном противниками России, как, значит, мы можем судить. Да вот, то есть вот, как я говорил на пленарном заседании, имеется господство в воздухе наших противников. То есть у нас, в общем, у нашего государства, в общем, инструментов мало, и пока там всерьез как-то воевать не очень получается. На самом деле, в предыдущие, там, 10 лет, была там построена какая-то, ну, было такое же, как бы, министерство идеологии создано во главе с Сурковым, которое вроде бы должно было этим заниматься. Значит, оно создавало такие организации, как наши, собирало там селикевские форумы и так далее, но не было сделано, во-первых, почти ничего в интернете, во-вторых, не было сделано главного, не было создано государственной идеологии, хотя бы начатка ее. Там причин для этого много, эта задача очень непростая, возможно, просто вот это, министерство идеологии по Сурковому не могло это сделать. И по объективным причинам, в частности, потому что не было принято решение, а что же за идеология должна быть у страны. Вот. Но, тем не менее, то есть самого стержня нет, на который все нанизывается. Значит, я тогда зайду со стороны все-таки инфраструкционного суверенитета, чтобы было понятно, что такое инфраструкционная война, и почему в ней надо участвовать, воевать и так далее. Можно следующий слайд? Значит, традиционный суверенитет – это такое явление, которое возникло в историческое время после Висфальского мира. В Висфальском мире было решено, что теперь чья власть, того и вверх. И таким образом возникло само понятие суверенитета государства. То есть до этого, ну, условно говоря, скажем, папская власть пронизывала государственные границы, и папа был выше, чем королей. Вот. А в этот момент, ну, Англия делилась еще раньше, создав свою англиканскую церковь, с той целью, чтобы не слушаться папы. То есть возникло понятие суверенитета государства, которое может на своей территории вообще решать все, что угодно, в том числе вопросы веры, то есть идеологии. Вот. Но мы привыкли, то есть за эти там несколько веков, мы привыкли к тому, что государство суверенное. И, в общем, это хорошая вещь. Вот. Сейчас мы живем в эпоху, когда суверенитеты начали колебаться, и вообще возникает такое как бы общее движение, что, ну, а зачем суверенитет нужен? Есть глобализация, все равно все друг друга обслуживают, все друг другом работают и так далее. Значит, на самом деле это иллюзия, то есть это такая пропаганда, которая служит, ну, это условно говоря, там, поросятам объясняют, что им не нужен домик, потому что все же в лесу живут дружно. И вообще говоря, объясняют это понятно. Вот. Что не надо строить домики, потому что, ну, а зачем? Ну, все же друзья. Вот. И традиционный суверенитет раньше включал, и тот, который мы защищали в отечественных войнах, он включал правительство, законодательство и прочие такие классические признаки государства, границы, армию и так далее. Вот. Можно сказать, что есть. Можно сказать, что у него были такие составляющие, если их делить как бы по смыслу, по категории. Военное, дипломатическое, экономическое, политическое, культурное, ну, или идеологическое. Сейчас появилась новая компонента, цифровой суверенитет. Этот цифровой суверенитет стал ключевым. Следующий слой. Значит, сейчас, почему? Объясню. Значит, сейчас происходит сломка системы суверенитет. Глобализация катком раскатывает государство мира, и они, в общем, свой суверенитет постепенно теряют, те, кто не может его удержать. А происходит это, в частности, через дыры в цифровом или информационном суверенитете. Я потом объясню взаимосвязь этих терминов между собой. Ну, как бы понять. Они близкие, но чуть-чуть разные. Вот. То есть сначала в стране взламывают информационную скорлупу, меняют идеологию населения, ну, а потом и обычный суверенитет забирают. Значит, если у тебя сейчас нет цифрового суверенитета, ну, и информационного суверенитета, то ты, скорее всего, потеряешь обычный суверенитет. Дальше. Что такое цифровой суверенитет? Это когда вы сами определяете, что такое ваше цифровое пространство, какие ваши цифровые интересы, что вы можете делать в этом пространстве и какую политику ввести информационную? В общем, довольно понятная вещь. А, к сожалению, на мировом как бы уровне, на уровне вот того дискурса, который идет там между государствами, в ООН там или еще где-то, это понятие не введено, потому что считается, что цифровой суверенитет не очень нужен, его нет, есть интернет, интернет свободный, все мы согласны, что нужна свобода слова и так далее. Это понятие как бы не рассматривается всерьез. Вот. А это вопрос безопасности государства. Дальше. Ну, разделим его на ду, чтобы просто решить, о чем дальше мы разговаривать не будем. Есть понятие электронного суверенитета. Вот цифровое состоит из двух частей. Ну, это моя классификация. Значит, электронный это вот такой вопрос безопасности, борьбы с вирусами, троянами, с утечками данных, с закладками, со спамом и так далее, с рисками, что кто-то теперь издалека выключит все компьютеры в стране и так далее. Вот эти вещи. Это вопрос конкретный, непосредственной безопасности электронной. И про них можно много рассказать, можно много рассказывать о том, как обеспечить такой цифровой суверенитет. Значит, электронный суверенитет. Но это очень дорогое дело, и оно в основном сводится к тому, что нужно иметь полную цепочку технологий от своего процессора до своего прикладного программного обеспечения. Информационный суверенитет это способность управлять своим информационным пространством и иметь устойчивость в информационной войне, не проигрывая. В принципе, даже не имея электронного суверенитета или имея его неполноценной, ты можешь, по крайней мере, в информационных войнах. Если не выигрывать, то успешно защищаться дальше. Вот. Значит, чтобы иметь электронный щит, электронный суверенитет, можно иметь собственную аппаратную платформу, включая систему геопозиционирования, свой процессор, свои там микросхемы памяти и так далее. Нужно иметь свое программное обеспечение от операционки, а точнее даже биоса и до прикладного программного обеспечения систем бухгалтерии или поисковика и так далее. Ну и сейчас становится очень важно иметь свою мобильную платформу, которая, кстати, в России, например. А вот для информационного щита нужна интернет-инфраструктура и медийная инфраструктура. То есть это СМИ, телевидение, интернет, там это, значит, поисковики, контентные проекты, социальные сети и так далее. А также нужно иметь собственную систему ведения этих информационных войн, то есть либо добровольные отряды, как у вас, дружину, либо какие-то информационные войска, которые будут созданы государством. То есть нужны люди с инструментами. Ну и все это должно для информационного щита. То есть электронный щит можно строить без идей. То есть просто считаешь, нам нужна безопасность. Идей может быть просто безопасность. А вот информационный щит нельзя построить, не имея идеология. То есть нужно знать, для чего ты все делаешь. Потому что когда ты строишь электронный щит, там понятно, вирус плохо, троян плохо, утечка плохо, закладка плохо. А когда ты строишь информационный щит, тебе нужно вот этот критерий, что хорошо и что плохо сначала сформулировать то есть если ты считаешь что гомосексуализм это неплохо что свободу слова это хорошо что значит права детей это тоже хорошо и так далее то в этой ситуации ты щит не построишь потому что это ценности чужие их тебе навязывают извне через некоторое время тебе навяжут и соображение что педофилия тоже хорошо потому что есть такая вот цепочка навязывания которую скажем гомосексуализм уже прошел от преступления просто недопустимости потом странности потом приемлемую поведению потому что все люди разные потом к норме а потом внедрению в законодательство там однополых браков вот вам сексуализм эту цепочку прошел там педофилии уже начинают вводить на этот конвейер с одного конца что ну там уже пишут педофилии это просто очень странно и половой поведение не преступление но странно потом а станет не совсем странно и так далее есть уже такие признаки ну и так далее то есть вот если эти все вещи входят извне а у тебя нет критерии внутри все правила для тебя определяют извне говорят ну ты же демократ ты же за свободу то ты не может строить щит нож тебе нечем противиться у тебя нет критерий хорошо или плохо давайте дальше ну вот почему Почему информационные войны опасны? Вот я написал, что кибервойна, именно электронные войны, это горячая война, которую еще надо начать, можно обрушить инфраструктуру, но понятно, что потом, может быть, начнут гулять ракеты уже после этого. То есть любое кибернападение, это все-таки нападение, явно его можно признать нападением, оно запрещено законами. А холодная информационная война или теплая идет всегда, она ничем не запрещена. И мы ее видим, вот наши средства анализа ее видят, и мы все знаем, что происходит сейчас в отношении Сирии. Идет информационная война, нет никаких мировых СМИ нигде в интернете, почти нет никаких сведений с той стороны, есть только с одной стороны, то есть там полное господство в воздухе, которое, кстати, превращается потом в господство в воздухе настоящее. То есть доказывает, как в Ливии было, доказывает, что в Ливии все очень плохие, что они убивают людей, причем там же тривиальные приемы. Начинаем, каждый день говорить, что убиты 500 человек или 100. И каждый день эту цифру повышаем, вот уже, смотрите, за год уже убито там 3000 или там 30 тысяч. Ну ужас же, реальности никто не считает, конечно. И так далее, там нагнетается истерия в СМИ, и потом принимаются разные решения, там, на государственном уровне, потом на уровне ООН, объявляем в Сирию бесполетные зоны, а что такое Ливию? Что такое бесполетные зоны? Это 200 боевых вылетов для тех, кому можно, на самом деле, в день, да? То есть КНДК бесполетное, это когда мы делаем 200, мы в силу зла, то есть добра, как бы, да? А вот делаем 200 боевых вылетов в день. Вот, то есть реальное господство в воздухе возникает. Вот, то есть, значит, вот эта вот теплая информационная война, она идет всегда, во-первых, во-вторых, мы в ней проигрываем, мы как государство. И Сирия проигрывает, там, и там, Ливия проиграла, и Корею сейчас включат, она тоже проигрывает, она не умеет играть в эти войны. Вот. И потом она превращается в горячую войну, в реальные бомбежки, в отъем, там, власти, вторжения военные и так далее. Вот. То есть оно вот так и развивается, поэтому холодная или, там, теплая информационная война гораздо опаснее, чем предполагаемые кибер-угрозы. Дальше. Значит, что такое информационный суетет? Как его строить? И с чем он должен состоять? У государства должно быть по-хорошему все свое. Поисковые машины, социальные сети, блоги, форумы, СМИ, ну и все остальные контентные ресурсы и сервисы, которые бывают, значит, в интернете. Это по-хорошему. Далеко не всегда это можно, этого добиться. Далеко не все страны, надо понимать, представьте себе маленькую страну, Финляндия, Бельгия, Швеция, они могут иметь несколько очень больших проектов. Нокию, да, какую-нибудь, Вольво. Но иметь и свой автопроб, и свою электронную промышленность, и свой космос, и свою ядерную промышленность, и свою там сильную арту, маленькая страна не может. Точно так же, маленькая страна не может иметь и свой процессор, и свой поисковик, и свою социальную сеть. Ну, просто это не хватает талантливых людей, не хватает денег. Есть его несколько держав на земле, которые могут себе, условно говоря, почти полный спектр обеспечить. То есть, это Китай, это мы. Давайте дальше. Значит, я там об этом чуть позже скажу. Вот, значит, поверх вот этой вот инфраструктуры медийной надо иметь средства для ведения информационных вольт. То есть, нужен анализ, средства мониторинга, нужно уметь электровать трафик в интернете. Это первый подход к этому, на самом деле. Это вот этот реестр плохих сайтов, который вот Синзов сегодня представлял у нас. Вот. Но нужны также средства влияния, то есть средства распространения контента в СМИ, блогах, социальные сети. Как-то подконтрольные государства. Ну и сами, собственно, силы, собственно, сами войска, то есть люди. Дело в том, что в социальных сетях, в СМИ, там, в блогах невозможно ничего делать ботами. Ботов, в общем, люди довольно быстро вычисляют. Ты не можешь поставить даже толпу роботов против людей. Роботы проигрывают всегда. Вот идея, что все можно забомбить ботами, это не работает. Поэтому нужны люди. Значит, вот как это делает Пентагон, например? Они прямо объявляют тендеры у себя там. На сайтах, на создание систем, при которой специалист медийный, идеологический, то есть политрук пентагоновский, может управлять 50-100 аккаунтами в социальных сетях, в блогах, в Твиттере. Они все разные, у них разный стиль там. И он, значит, надо что-то вбросить, и с кем-то там препираться. Он может это делать в 50 ветках одновременно или больше. То есть, условно говоря, например, там это будет дальше. Если вам нужно вывести в русском Твиттере что-то в тренды, на самом деле нужно несколько тысяч сообщений с этим тегом. И ты оказываешься в трендах русского Твиттера, который Твиттер показывает у себя. Если у тебя, у каждого твоего бойца есть 50 аккаунтов, то тебе нужно, чтобы получить 5000 сообщений, тебе нужно 100 бойцов. Всего лишь. То есть, это вполне обозримая вещь, это небольшой отдел, сидящий там и занимающийся такими вещами. То есть, построение таких систем, человека-машин, в мире уже началось. В том числе и американцы здесь, как всегда, лидер. Вот. Нужен, как я написал, рынок идеологических услуг, не буду на этом остановиться подробно, но просто в отличие от, скажем, идеологической системы СССР и социалистических стран, которая была иерархической, когда наверху производились, как бы, правильные идеи, а внизу исполнялись, в США и на Западе была построена гораздо более мощная идеологическая машина, которая пронизывает все, но она горизонтальна. То есть, в ней она так выглядит, такая толща разных агентов, которые общаются с собой на рыночных условиях. То есть, каждый знает, какие статьи, высказывания, научные результаты окупаются, а какие нет. Вы сейчас не сможете увидеть то, сколько-нибудь значительное количество научных результатов на Западе о том, что, скажем, гей-семьи распадаются, что в них дети страдают. Вот был сейчас скандал, какой-то один профессор в одном университете получил такие результаты. Там бешеный скандал, вы пытались уволить. Это не окупается. Не дай бог ты там выступишь против глобального потепления. Последние 15 лет это приводило к потере кафедры, к потере научной карьеры. Ну и так далее. То есть, все знают, за что платят, за что нет. То есть, это такой рынок с предложением идеологических услуг. Совершенно определенный. Скажем, Россию всегда надо ругать. Статьи про Россию, что она плохая, публикуются. Статьи о том, что Россия хорошая, как правило, нет. А если будешь настаивать, то ты выпадешь из журналистского сообщества. Дальше. В какой среде это все происходит? Я вот тут просто сделаю такой экскурс. То, что мы видим. Значит, происходит стремительное оглупление пользователей в интернете. Во-первых, люди перебегают... Ну, давайте по пунктам. Значит, очень многие пользователи переходят в Twitter, Facebook и так далее. Там нет памяти. Вот если вы написали какой-то пост или пообсуждали его, или статус, как говорится, говорить в Facebook, неделю назад, то если у вас нет конкретной ссылки, то его найти нельзя. То есть, поиск в Facebook не работает по контенту. Поисковики не индексируют в Facebook, не пускают в CP индексировать контент. И если у вас нет конкретной ссылки, которую вы тогда еще запомнили, то здесь кучей не найдете. То есть, вся дискуссия длится там, вот сегодня. На самом деле, вот то, что мы меряем пост в Twitter, ну там, твит в Twitter, там, статус в Facebook и так далее, в основном живет не больше шести часов. За это время он получает все комменты, ретвиты, лайки, шеры и так далее. После шести часов считают, что умер. То есть, реагируют уже бессмысленно, потому что иногда вспыхивают обсуждения. Это можно сравнить с ЖЖ. ЖЖ существует, по-моему, с 2003 года. Вот до сих пор ЖЖ иногда обсуждаются в посты 2003 года. Они там лежат, их можно найти, их можно найти в поисковике, можно найти по ссылке, можно снова зайти и продолжить обсуждение. Контент там хранится. Причем этот контент, вот как я здесь написал, в ЖЖ в среднем это 4000 знаков. Там длинные посты писают, а в Фейсбуке сейчас 630. И это, включая, если дают ссылочку, там еще сниппет есть с этой ссылки. Это вместе с этим, то есть вырезка такая, цитата. Потому что ЖЖ показывает картиночку и кусочек текста. Вот это вместе с ним. То есть вырезка, он еще меньше. Значит, в 5 раз разница. Или даже в 7, да? Вот. Это приводит к тому, что люди мыслят очень коротко, они беспамятные. И можно раз за разом делать одни и те же вбросы, одни и те же приемы применять. Никто ничего не помнит. Ну вот так. Я где-то уже говорил, да? Искали оружие массового поражения в Ираке, вторглись под этим соусом, ничего не нашли, даже не извинились, сказали, да, наверное, вам может его и не было, действительно. Сейчас то же самое делают с химическим оружием в Сирии. Ровно тот же прием, и никто не парится, никто не помнит уже. То есть, а в ЖЖ это там, точнее, в Фейсбуке и так далее, это вообще до дней сократилось. Например, зачем-то, может быть, для тренировки, в Твиттер регулярно вбрасывают сведения о том, что умер какой-то знаменитый человек. За последние там полгода таких фейковых смертей было там, ну, десятки. Каждый месяц, по сути, или чаще. Потом оказывается, что нет, не умер. Но сначала прям пожаром проходит. Зачем это делать, я не знаю, но все покупаются ровно таким же способом там. Или вбрасывают, например, наши друзья-либералы, вбрасывают информацию о том, что Дума наконец-то приняла какой-то там еще один, еще более чудовищный закон. Ну, не знаю, что все теперь ходят в хиджабах, например. Или наоборот, что все должны там предъявлять крестик при заходе в автобус. Вот. Что-что? Все не верят. Моментально верят, расходятся пожаром. Когда говорят, что это фейк очевидный, никто об этом даже не задумывается. Кроме того, значит, сейчас там вот такой градус возбуждения возник, что стало все можно. Можно материться, ругать противника. Поляризация произошла, всегда противник это просто исчадие ада, и все. Никто не договаривался. Никто не пытается аргументировать. Ну, известный лозунг Навального, когда ему сказали, ты же фальшивку распространяешь. Ну, там была, по-моему, эта программа Единой России, да, за 2003 год. Фальшивка, то есть, там, ну, задним числом написали, как бы программу Единой России, которая ее как бы вот... Манифест. Ну, что-то. Это фальшивка. Может, манифест, я не помню. По-моему. Вот. Давно разглаченный фальшивка. Ему кто-то сказал, слышь, чувак, ну, это фальшивка. Он сказал, вы не рефлексируете, вы распространяете. Пусть отбиваются. То есть, вот эта вот идея, что надо не рефлексировать, а воевать любыми средствами, сейчас все пропитало. Вот. Но при этом еще надо понимать, да, при этом, значит, надо понимать, что 95% всех постов в Твиттере, например, это просто ретвиты. Даже без комментариев. Там ничего нет. Люди просто своего контента не добавляют. То есть, по сути, идет поток ретрансляции. Люди от себя там, это ядро, которое транслируют, которое создает это дело, оно очень маленькое. При этом там оперирует профессионал. На фоне этих хомячков огромное количество там спамеров. Примерно, вот я написал, полторы, полтора миллиона в Твиттере примерно живых аккаунтов, хотя Твиттер рапортует там 7,5, что ли, миллионов живых, которые хоть что-то сделали за последние два месяца и там полтора миллиона. Но из них миллионов, то есть, тысяч пятьсот, семьсот, они колеблются, меняются все время. Это боты, мы их знаем. Мы их вычисляем по разным признакам и ведем. Вот, то есть, половина. И мы видим, что это 5-7 команд с разным программным обеспечением. Мы видим, как бы, признаки этого программного обеспечения. одно так генерируют тексты, а второе всякое, потому что, понятно, это генерируется текст. Вот пример, например, самый большой вброс, который мы видели, именно вброс, было, по-моему, 26 октября прошлого года, когда вдруг ни с того ни с сего утром начали бешено вбрасывать сообщение с тегом Олимпиады не будет. То ли кто-то, Путин, что ли, поехал в Сочи, то ли еще, что ли, им надо было отчитываться и получать деньги, не знаю почему. Но вбросили гигантское количество сообщений, что-то там за пару-трогих часов 250 тысяч сообщений, в которых, вот был этот тег вставлен, решетка Олимпиады не будет. А дальше сгенерированные тексты из двух частей, по-моему, например, все украли, но вот и Олимпиады не будет. Или как же стыдно перед иностранцами, что Олимпиады не будет. Ну и так далее. То есть видно было, что там мы посчитали примерно 250 разных текстов было сгенерировано, и к ним приклеился этот тег и вбрасывал примерно там 20 тысяч икаунтов. То есть каждый бросил, соответственно, там примерно по 15 твитов. Ну то есть машина запущена. Вот. Вот значит таких вот машин разных, с разными способами генерации текстов. Их так, 5-7. Часть из них это почтовые спамеры, ну то, что делали в свое время почтовый фильтр спам, самый популярный в России, он до сих пор на Майлеру стоит. В частности, это антиспам Касперского, мы его продали в лаборатории Касперского. Вот. Мы спамеров очень хорошо знаем. Вот часть этих людей это почтовые спамеры, которые просто перешли на новую среду, потому что машины, которые генерируют тексты, у них остались те же самые, мы видим эти признаки, мы их знаем. Вот. Эти люди, кстати, берут заказы, там очень серьезное разделение труда, кто-то вот НЭТ создает, вирусы распространяет, кто-то вот спам генерирует и так далее. Они берут на самом деле и от патриотов, как называемых, и от либерастов заказы, мы видим, что иногда идет либерастический накат, а иногда патриотический, и это одни и те же исполнители. Вот. Значит, там построена система отмывки, поскольку у либеральной тусовки, значит, в руках находятся почти все известные деловые СМИ, ну, скажем, мы зовем легко это Лентару, там, газетару, коммерсант, ведомости и так далее, то построена система такой отмывки вбросов в социальные сети. Во-первых, вообще возникла ответственность от публикаций сейчас не считается зазорным, не впадло, что он называется, журналисту вбросить что угодно искать, это написано в интернете. Раньше журналист что-то написал, он за это отвечал. Сейчас у него есть такая, я взял из интернета, а что там в интернете, я не знаю, я просто пересказываю. Вот. Во-вторых, вот такой вброс, он становится существенным, и на него обращать внимание, если он опубликован в СМИ. И вот мы берем, например, и выводим в тренда Твиттера что-то, например, там, процесс над Навальем, или еще что-то. Наваливаемся, нам нужно там, 3000 твитов или 500, все, оно попало в эту десятку, которую видно на голове Твиттера. После этого мы немедленно публикуем новость на ленте рук, потому что они уже стоят там заряженные. Вот, смотрите, что на самом деле интересует страну. Вот же, тренда Твиттера, вот он. Дальше это перепубликовывается, всплеск в СМИ, дальше это обсуждается опять в блогах, что вот же, да, и так далее. То есть, такое циклическое отмывка такая. Вот. В общем, и в этой среде уже оперируют очень много операторов, очень много игроков. Я, например, наблюдал такого парня, мне его посоветовали для того, чтобы заниматься SMM, то есть, social media marketing для клиентов. И он какое-то время даже у меня в офисе посидел. Он раньше занимался выборами губернатора, всякими региональными выборами, такой, как бы, политолог. Все его умение сводилось к тому, что он вечером накануне вброса ездил по кафешкам в Москве с блогерами там встречался и передавал им деньги в конверты и договаривался, что они будут вбрасывать. В одном кафе с десятком, в другом у него был там прайс-лист, он знал несколько десятков топовых блогеров, он раздавал им деньги и задания. Он умел организовывать вот эти вбросы. Тогда мы поняли, что это все, что он умеет, а так он не понимает ничего. Ну, мы его выгнали, потому что он нам не нужен. Ну, у нас компания этим не занимается. Вот. Но, значит, у него такой бизнес, то есть, и мы эти вбросы видим в сущности, потому что очень многие вбросы в прошлом году, сейчас уже они поаккуратнее, вообще происходили либо в 9 утра, либо в 15 часов дня. То есть, вот такие, как он, раздавали задания либо накануне, либо перед обедом. Ну, вот, реально, вот они были такие топорные, прямо было видно такой пик ровно на 15 часов. Вот. Вот там таких очень много. Там есть, я не знаю, вот, как устроено, там, скажем, ваша дружина, это можно там, Дениса, конечно, спросить, но, вот эта либеральная тусовка, она устроена из нескольких слоев. Там есть ядро убежденных противников России или людей просто, которые берут деньги. За ними идут всякие люди, которых они привлекают, сочувствующие, члены их семей там, те, кого они нанимают или втягивают. Дальше идет некая тусовка, которой тоже прилично ходить на митинги, перепощивать и так далее. А дальше колеблющаяся и основная масса, на которую, значит, и надо влиять. То есть, там такие концентрические круги по концентрации как бы вот этого вот либерального мировоззрения. И туда затаскивают людей с помощью довольно проработанных процедур, такой вот многоуровневой фильтрации. Сначала собираемся про искусство поговорить и видим, что там из 40 человек 10 вполне поддаются воздействию, втаскиваем их в некое другое обсуждение, уже там чего-то более социального и так далее. И это многоуровневая вот такая фильтрация, такая воронка затягивает людей вот эту в середину, в эту, где уже можно их бросать в боль. Вот эта вся система была построена в нашей стране за последние 20 лет. Ее реально строили, вкладывали серьезные деньги. Наше государство ничего подобного к сожалению не строил. Вот эти попытки с обществом, с организацией нашей и так далее на мой взгляд не очень удачны. Дальше. Значит, вообще полноценный суверенитет информационный есть только у США. У них вся цепочка технологическая есть и у них вся информационная цепочка есть. То есть они владеют не только вот первые 5 пунктов это платформа технологическая, но они владеют и социальными сетями, видеохостингами, поисковиками, а кроме того они создают такие средства введения вновь судной войны. И открыто там этот Пентагон заявляет, что он там нанимает таких людей и заказывает такие системы. И скрыто у нас в стране в частности. Ну и конечно Китай это уже самое, они оперируют. Вот. Значит, к сожалению это так. При этом они еще жалуются в прессе их военные и разведчики, что у них тоже полно дыр, что русские хакеры, китайские хакеры могут им все взламывать. Но в реальности реальный крутой информационный суверенитет есть только у США. Они этим занимались. В принципе я бы его объяснил по-другому я не знаю как вы готовы такие вот формулы воспринимательные я для себя ее выработал. Когда-то США называли СССР империей зла. И там это Картер что-ли вбросил их президент я сейчас уже не помню. На самом деле когда мы имеем дело с США мы имеем дело с империей лжи. Ложь это основной продукт экспорта из США даже не доллар. Доллар сам по себе представляет некую ложь но это один из видов они производят ложь в 3000 видах жареную пареную полированную шершавую любую всех видов и экспортируют во всех видах голливуд это один из видов этой ложи но их очень много либеральные идеологии тоже ну и так далее у нас к сожалению иммунитета не очень много ни у кого из нас не было иммунитета условно говоря в 85 году когда это все началось или в 91 сейчас уже какой-то есть но в общем у большинства стран мира такого потока нет значит дальше вот при этом американцы конечно энергично взламывают чужие инфраструкционные суверенитеты в том числе технологические вот первый пункт показывают казалось бы такой технический пункт но большинство социальных сетей и сервисов сша переходит на HTTPS очень быстро в этом году этот процесс завершится уже сейчас 80% контактов ваших с фейсбуком с гуглом с твиттером это HTTPS что это значит ваш клиент на компьютере или на мобильнике этого не чувствует вы смотрите на свой экран читаете все что там написано но никто в промежутке между вами и фейсбуком не может вставить фильтр и увидеть что происходит в вашем фейсбуке казалось бы для вас это даже хорошо но в реальности это делается для того чтобы никакие фильтры в том числе чтобы нельзя было реестр использовать тот же самый потому что никакой значит игрок в середине так называемый middleman он не может видеть что вы делаете это для того чтобы напрямик обращаться к населению тех стран на которые хочет воздействовать американцам и значит они к этому разрабатывают еще независимый доступ то есть там идея входит такого что производим модемы типа яйца йоты и с вертолетов их разбрасываем сотнями тысяч над территорией и просто даем бесплатный ваймакс или бесплатный вайфай по всей территории которые не контролируются национальным правительством откуда там шарашит интернет со спутников я не знаю это технически возможно или с авианостов у побережья это там другая история но главное что интернет становится независимым его нельзя выключить вот как пытались выключать там в Ливии например или сейчас в Сирии не получается потому что канал независимый то же самое с независимым GSM разработки чтобы доставить GSM в страну не спрашивая национальное правительство для того чтобы опять обращаться напрямую загаживать мозги и трансплантировать идеологию вот создается список разделения есть такая вещь как информационные пушки вот Викиликс на мой взгляд это огромная необычайной мощности ранее такой не было информационная пушка созданная американцам это не независимый проект созданный там какими-то хайтерами анонимусами это я думаю неправда потому что история использования показывает там этот принцип Кви-протест кому выгодно показывает что выгодно она только американцам оказалась там утечки все обамельные совершенно ничтожные беззубые вялые вот но скажем мало кто знает что арабскую весну в Тунище там в Египте запустили выстрелом из Викиликса просто это делали на арабском естественно выстреливали они там о коррупции верхних расшелонных власти про них там разные клевету или правду выстреливали не знаю но как бы утечки а вот а Викиликс так устроен что его чудовищно раскрутили и любая публикация из Викиликса немедленно значит там все СМИ мира стоят в низкой стойке готовы публиковать и опять же отвязаны от ответственности раньше они должны были бы отвечать за то что они опубликовали а сейчас ну это же Викиликс мы просто перепубликуем и все знают что Викиликс очень интересен мы должны показать это нашим пользователям нашим читателям вот ну и соответственно это все там много таких примеров все это значит активная операция на территории других стран информационная операция дальше значит Китай с этим не смирился Китай довольно быстро догоняет он делает полную технологическую цепочку он не боится фильтровать интернет его за это ругают все но похоже для Китая в отличие от нашей элиты то что его ругают на Западе и называют недемократически не очень важно в частности потому что у них есть идеология она так коррадировала немножко но это и коммунистическая идеология то есть она признана китайцами она такая своеобразная такой сплав с конфуцианством там и так далее но очень прагматичная но тем не менее они не боятся это делать они не боятся что их там в церкви Вашингтона в церкви демократии значит верховный папа значит демократии скажет ты не демократ им плевать на это и в этом смысле они могут делать что угодно они не кланялись они не принимали эту веру вот они когда у них это началось вот очень тянемьмы они там пролили кучу крови но не поклонились вот и в результате они вот этот самый свой золотой щит стороновой ставят у них есть свои поисковики они там ввели понятие цензуры в интернете причем она там работает очень в прагматичном китайском стиле есть список слов которых не должно быть на сайте ты его можешь скачать с правительственного сайта более того ты можешь там скачать специальную программу для проверки своего сайта если слов нет ну там тебе-то не должно быть этой самой секты фангуньгунь и так далее если нет то все ты чист значит хорошо это или плохо неизвестно дело в том что нам может не понравилось жить как китайцы но китайцев это похоже устраивает они по-другому думают по-другому устроят они очень коллективны там и так далее вот Россия имеет только элементы суверенитета и цифрового и информационного в частности СМИ у нас на мой взгляд захвачены либералами интернет-СМИ тоже во многом вот мы делаем сейчас начали делать свои процессоры может быть со временем почему это важно потому что все западные процессоры конечно время от времени ведутся закладками и мы не знаем что там может быть внутри у нас есть своя система геопонистационирования опять же сколько их в мире ну вот европейцы кто в общем не очень осиливать их по кадре и у нас и у американцев и возможно ну я объясню что такое что такое суверенитет настоящий почему нужна своя система геопонистационирования вот я плавал на пароходе по Волге и нас водили в группу на экскурсии капитан рассказывал как он едет как он плавает мы ночью плаваем я говорю а у вас как вы навигируете по GPS он нет GPS запрещен это же чужая система я еду у меня там 300 человек на порту если они ночью выключат что я буду делать мы все погибнем просто и вот мы делаем триангуляцию там по ТВ сигналам из соседних городов я говорю ну а Глонасс Глонасс тогда еще недозапущен это было 4 года назад ну нельзя использовать GPS везде внести ключевые критические отрасли нельзя потому что американцы уже один раз загрубляли GPS в Сербии когда бомбили в Югославию они его загрубили чтобы никто кроме них не мог наводиться а у себя они делали поправку в ракетах вот ну и значит на это нельзя облагаться ну и так же и на все остальное антивирусы у нас свои есть поисковики свои лидеры социальные сети свои то есть в общем в принципе ситуация не очень плохая этот информационный цифровой стабильтет в дырах но все-таки какая-то значит структура есть ее можно эти дыры замазывать там как-то там проблема в том что ты не можешь это все развить государственный счет все равно будет развиваться стартап а ты потом с ними как с контактом должен быть договариваться к сожалению а вот так устроен ну а вот европа с японии в кельватере у сша стоят южно-восточная азия там тоже у них нет на самом деле технологии ресурсов они пока не знают они с охотой разговаривают например про фильтры с нами давайте дальше вот во всех значит обычно чтобы бороться с реестром например с нашим или там с фильтрацией которую у нас якобы кто-то хочет вести использует понятие свободы слова что это все значит свободы слова это просто такой инструмент американского который используется это просто часть информационной войны который используется для терпедирования всяких попыток национального правительства контролировать свое информационное пространство в реальности у себя англосаксы а также европейцы отлично все контролируют все эти ценности для неразвитых народов у себя они сажают вы можете поискать они сажают за запись твиттера известных пример когда у них были погромы два парня призывали в твиттере погром ну как или одобряли получили 4 год тюрьмы вот и так далее просто за запись твиттера то есть у них сейчас там с этими постонскими террористами та же история как кто-то чего-то в твиттере писал его тут же там тачат на допрос и так далее то есть они не ментальничают они твердо знают как им применять свободу слова так чтобы она им не повредила и когда ее можно урезать но у нас естественно если мы продолжаем считать что это наша ценность также поскольку это правило определяется не у нас то нам они будут навязывать в каждый раз такую трактовку как им вот соответственно китай мониторит фильтрует япония вот так что были новости хочет запретить все анонимные виды трат в том числе тор вот в Европе довольно жесткий закон об анонимности если вы представились каким-то другим ником чужим ником и от его лица что-то на хулиганили за это можно серьезный уголовный срок то есть за представление чужим именем в интернете во Франции почти везде в Европе есть такой странный эффект когда в отеле хотите взять вай-фай подключиться вы не можете просто подключиться вам должны обязательно дать бумажечку слогиновым параллель это просто цифра вы их вводите я спрашивал почему потому что по закону всякий входящий в интернет должен быть идентифицируем пусть даже это вот такая формальность тем не менее тебе на каждый сеанс или там на все время проживания в отеле на 7 дней дают твой собственный порог уникальный то есть у них это давно во многих странах сделано но они не парятся они знают что это должно быть свое пространство они контролируют вот значит короче эти системы контроля интернета фильтрации реестры и все остальное черные списки в Англии кстати черные списки ведутся мобильные провайдеры они даже законодательно не дерегулированы там идет довольно большой скандал люди жалуются потому что никто не знает что в них провайдеры просто блокируют в отличие от нас где у нас хотя бы объявлены категории вот они все будут построены во всех странах и кибер войска будут сделаны просто кто-то будет молча строить а остальных корить за нарушение свободы слова кто-то будет на это вестись и не будет строить но в конце концов построят все ну а значит главным инструментом борьбы с этим попыткой не дать построить будет свободы слова дальше значит что делать поскольку я для украинцев читал я скажу что региональный игрок вообще не в состоянии построить полный информационный суверенитет просто нет таких средств значит нам с кем-то объединяться ну с кем объединяться украинцы ну либо они должны полностью как они сказали говорят много раз принять европейский выбор встроиться за Европой то есть Европа за США а не за Европой сидеть в фейсбуке искать куглом полностью открыть воздушное пространство чтобы там летали значит какие-то чужие сущности и ездили по ушам вот либо но поскольку я там только что был я расспрашивал своего партнера там еще кого-то опросы показывали что европейский выбор в лучшем случае 50% или меньше то есть на самом деле это не есть выбор страны это и есть то о чем все время говорит правительство очень много людей особенно понятно в левобережной Украине вообще-то хотят быть с Россией да от нас они такой зонтик информационный постепенно могут получить ну они сидят вконтакте и там яндекс у них довольно популярен и так далее но для этого нужна воля государства в общем короче если за США устраиваться то вообще-то надо заметить может быть это не все знают что большинство тех кого США разбомбили раздавили и значит привели в состояние хаоса за последние там 20 лет это были лояльные к ним режимы то есть это были проамериканский режим и Каддафи этот алло да слышно и Каддафи в общем повернулся к западу и именно тогда его разбомбили и значит Египет был очень лояльный он получал помощь там он фактически входил в военную систему США там оружие у них покупал и вообще был военный то есть они в первую очередь ломают лояльные к ним режимы зачем объяснение вот Стариков который в вас тоже докладывал он говорит очень просто и просто мне нравится его он говорит ну точно с таким же с такой же обидой может значит баран спросить а зачем же меня хозяин режет что он всю мою жизнь кормил но он режет потому что мясо нужно да кормил и так далее но у него просто вида на этого барана всегда были как на мясо есть та же самая история сейчас американцам нужно заменить эти режимы на исламистские чтобы они порешали их задачи он берет и ломает их все а когда этот режим на тебя опирающийся лояльный к тебе то вопрос очень просто убираешь подпорку на которую тебе прислоняется он и падает вот поэтому выстраиваться за США в смысле эмоциональном пространстве тоже и за запад это значит что ты полностью себя отдаешь в их распоряжении но не как партнера как баран и тебя рано или поддно зарежут когда твое мясо потребуется вот значит поэтому маленьким странам надо конечно обвинять усилия что там будут делать Юго-Восточная Азия не знаю там по-разному Вьетнам пока самостоятельно думают он не может с Китаем Китая боится вот а скорее всего остальные будут смотреть на Вьетнам например Малайзия свою будет думать вот ну в общем короче те кто не могут полноценный суверенитет построить им надо строить хотя бы малый-малый такой информационный щит мы наверное можем полноценный но в любом случае надо начинать с информационного щита даже если технологически не все у тебя под рукой например Windows мы не можем сейчас заменить хотя конечно нужно делать свою версию Linux и постепенно там в государственных учреждениях заменять и так далее надо строить информационный щит дальше средства контроля строить свои законодательства об ответственности за контент и о фильтрации страновой фильтр нужно ставить да это ужасная вещь вызывающая просто припадов у всех защитников свободы тем не менее страновые фильтры позволяющие зафильтровать интернет хотя бы в час ч должны быть я там не сажал все время еще нет нормально ну я заканчиваю но я просто приведу опять же примерно смотрите есть такая Чирикова которая боролась за Химкинский лес объясняла всем что это чисто экологическое движение никогда не будет политиком потом вдруг раз через полгода она оказалась политиком членом КС и прочее она проделала такую штуку по-моему прошлой весной вдруг в ЖЖ в прошлом апреле что ли мы это можно найти она стала писать и наставить давайте мы сделаем вот что вот Сбербанк это очень плохой банк он же Путина поддерживает давайте мы все начнем из Сбербанка забирать вклады и вообще все писать что банк ненадежный и обрушим его можно ведь обрушить вот значит ну она дура значит у нее очень слабые организационные способности низкая харизма она не смогла это раскрутить но это я к чему говорю представим себе что у нее месте был бы Троцкий да Троцкий в начале 20 века сумел такую штуку раскрутить и дальше покатилась цепочка очень нехороших событий они обеспечили очереди в национальный банк их разгоняли полиции иконные там и так далее банк почти рухнул царское правительство было вынуждено брать займы займы у англичан и французов впоследствии те вынудили этими займами нас вступить в Первую мировую войну то есть мы как бы сразу уже стали их союзниками набрав у них денег и вынуждены были воевать с немцами что вообще говоря России было незачем не нужно так вот вообще-то любой банк можно обрушить таким способом если приложить усилия вот представим себе что на месте глупой чириковой оказывается хитрый умный Троцкий вот тогда это сделал Троцкий испарился должно государство заблокировать распространение этого вируса потому что с помощью этого вируса мозгового реально можно обрушить экономику страны конечно да как вот сейчас таких средств не существует сейчас можно путем довольно серьезных усилий примерно за полдня договарившись со всеми провайдерами может быть задеть просто вырубить интернет а вот заблокировать конкретный контент в принципе нельзя в конце концов в нашей стране конечно будет построен фильтр который позволяет и в Китае он построен и там же в Вьетнаме он будет построен я думаю что в США он тоже есть конечно просто о нем не говорит потому что свобода слова для лохов вот значит законодательство это все должно поддерживать но нужно еще средство влияния это собственно то чем вы занимаетесь вы пока в основном как я понимаю ловите преступников но на самом деле можно дальше значит это но начинается все должно с идеологии в конце концов государство должно сказать что хорошо что плохо я к сожалению не вижу идеологии которые созданы у нас нашей властью власть ну вот я такой пример уже где-то приводил власть когда Путин пришел с командой и так далее она спрыснула нашу страну мертвой водой как в сказке и у нее более-менее все эти разрозненные разорванные члены срослись и все как-то стало собираться вместе но живой водой чтобы спрыснуть нужна идеология вот этой живой воды нет у власти или может она есть но она пока не применена к сожалению там есть еще такой очень печальный факт что если мы отказываемся от идеологии западной от либерализма то у нас есть всего две других проработанных идеологии которым мы могли бы прислониться это православие и социализм других нет просто их не разработали вот и все вот этот выбор очень небогатый он бедный выбор и я не удивляюсь что Путин его пока не делает он не знает он не может объявить ни ту, ни другую сейчас высокой трибуны вот поэтому вот мы пока как бы из идеологии что не очень хорошо потому что создать этот идеологический щит над нами информационный нужна идеология которая четко говорит нет этого нам не надо извините и нам плевать что вы там в своих газетах напишите что мы не демократы у нас даже была стать такая попытка интересная вы могли это не заметить тогда наверное не следили за этим это год где-то 2005 я не помню еще сурков был биологическим министром когда была попытка не стать еретиками и отвергнуть религию демократии а стать автокефальными сказать что ну мы в принципе демократы но церковь у нас своя был введен понятие суверенная демократия то есть мы автокефаль у нас свой патриарх мы вообще за демократию но типа вас мы слушать не будем у нас у нас своя свадьба как-то оно продержалось год они тоже очень сильно смеялись либералы что такое демократия не может суверенной но смысл был именно такой хотим перестать получать указания о том как быть демократом из Вашингтона потом почему-то оно заглох сейчас фактически есть такое движение ну как бы невербализованное неназываемое что вообще сказать что вот эти либеральные ценности то есть выборная демократия свобода слова права человека невидимая рука рынка и так далее они не являются нашими ценностями а у нас свои скажем китайцы спокойно говорят мы пока не можем но движение вот в сторону идет ну и дальше нужно понятно создавать рынок идеологических услуг скорее должен быть рынок чем командно-административная система сверху то есть должно стать ясно что хорошие фильмы там патриотические снимать почетно хорошо и выгодно как вот сейчас вы сняли говорят что совершенно чумовой фильм это легенда номер 17 но не один вы пресли крепость много неважно фильмов на самом деле хватает они просто плохо окупаются там и так далее но потому что доминирует голливуд понятно вот дело в том что идеология это такая штука которая должна быть очень много все это огромное сдать огромное христианство оно там 2000 лет накапливает либерализм 200 лет социализм тоже почти уже лет 150 вот что вместо них вот так быстро не построишь ну и систему влияния то есть нужно создавать партизанские отряды дружины а потом регулярные войска то есть те кто готов эту идеологическую войну ввести потому что пока это у нас волонтеры самодеятельность вообще ну как у Старикова это интернетополчение она появилась там в прошлом лету даже меньше года назад инициатива снизу государство не давало команды деньги там частые ну и так далее то есть пока это вот фактически такие партизанские отряды уже довольно большие но вот кто-то в конце концов сверху должен создать регулярно ну собственно все я закончил спасибо 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 спасибо